В Донбассе царит атмосфера ожидания. Многие возлагают большие надежды на достигнутые в ходе минских переговоров соглашения о прекращении огня. Но некоторые смотрят на ситуацию с пессимизмом. И для этого есть основания. Лидер националистического движения «Правый сектор», поддерживаемого руководством страны, заявил, что его бойцы хорошо вооружены и активно действуют на территории Восточной Украины, не будут соблюдать это перемирие. По его словам, любые договоренности с теми, кого он называет пророссийскими сепаратистами или террористами, не достойны выполнения. Кроме того, в Донецке, например, по-прежнему слышны звуки стрельбы в районе аэропорта, раздается взрыв за взрывом, предположительно ведется артиллерийский огонь. Один человек пострадал в результате попадания снаряда в детский сад. На тот момент, к счастью, в заведении не было детей. Другой снаряд угодил в одну из школ на Восточной Украине. Два человека, один из них семилетний мальчик, погибли, пятеро получили ранения. Отдельные инциденты происходят постоянно, но, несомненно, самой горячей точкой является Дебальцево, где несколько тысяч украинских солдат попали в окружение ополченцев. В районе ведутся тяжелые бои, так как правительственные войска пытаются вырваться из окружения. Продолжение следует... Продолжение следует...